Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Вчера не успел выпустить видео о новинке, потому что монтировал очередное видео. Но сегодня у нас новиночка Redmi Note 7 Pro от компании Xiaomi. Как вы поняли, компания Xiaomi поставила себе цель выпускать мобильник каждый месяц. И как вы видите, друзья, у них великолепно это получается. И сегодня у нас микрообзор. Начнем мы с экрана. Здесь 6,3 дюйма, Full HD+, разрешение 19,5 в соотношении к 9. Corning Gorilla Glass 5-го поколения здесь прикрывает все это хозяйство. Передняя и задняя крышка из стекла сделаны. Это, наверное, наименее интересная часть, потому что Redmi Note 7, по сути, повторяет все те же самые характеристики. И он идет мне на обзор. Совсем скоро мы уже сделаем полноценный обзор на этот телефон. Но пока о новинке. И мне кажется, самая интересная часть, или же одна из самых интереснейших частей этого телефона, это Snapdragon 675. Да, это новый процессор, построенный по 11-нанометровому техпроцессору. Здесь ядра Creo 460 и видеоускоритель Adreno 612. Давайте сравним его с 710-м драконом, потому что на презентации китайцы заявляли, что 675-й просто рвет 710-й. Но давайте разберемся, в чем же здесь фишка. Для этого мы возьмем тесты в Antutu и обозначим зеленым цветом 710-й дракон, а 675-й красным цветом. Общие тесты в Antutu показывают, что 710-й набирает около 168 тысяч баллов, а 675-й около 180 тысяч баллов. То есть действительно он побеждает на 12 тысяч баллов. Но вот давайте посмотрим следующую таблицу. И здесь конкретно показаны тесты в процессоре. То есть конкретно CPU-процессор. И смотрите, 710-й здесь набирает всего лишь 66 тысяч 500 баллов, а 675-й 81 тысячу баллов. То есть смотрите, 710-й здесь очень сильно выступает, то есть по работе процессоров. Но вот в GPU, то есть тестах на видеографику, смотрите, 710-й набирает 47 тысяч 500, а 675-й 37 тысяч 500. Видеоускоритель у него 612 адрена, и он приблизительно на уровне 512 адрена. А что показывают эти таблицы? Эти таблицы показывают, что видеоускоритель слабее, чем у 710-го, а вот центральный камень гораздо сильнее. В общем, общие тесты, это с оперативной памятью, со всеми остальными плюшками, гораздо больше, чем у 710-го дракона, друзья. И это, честно говоря, с одной стороны победа, то есть, ну, сам процессор будет гораздо круче, а видеоускоритель чуть поменьше. Но все-таки цена не такая большая у этого процессора. В общем, мне эта фишка очень-очень даже понравилась. Далее, по поводу батареи. Здесь тоже все стандартно, 4000 мАч, Quick Charge 4.0. Это очень хорошо, но этой зарядки не будет в комплекте. В комплекте будет стандартная 5 Вольт 2 Ампера, но если вы хотите, то можно ее докупить где-то в магазине. USB Type-C, друзья, уже к нас Xiaomi к этому приучает, и это великолепно. Mini-Jack 3.5 сохранился отлично. И к порту есть, и это великолепно. И вот другой момент, мне кажется, один из самых важных, друзья, моментов, это камера на 48 Мп от Sony MX586. Да, настоящая камера. То есть, не как в предыдущей версии камера от Samsung, которая делала интерполяцию и так далее. Здесь настоящая камера, как во флагманском Mi 9, представляете? Апертура f1.79 и дополнительная камера на 5 Мп. В общем, снимки должны будут получаться просто космические. За эту сцену, наверное, будет просто суперский мобильник. Пишите обязательно, друзья, в комментариях, нужно ли заказать этот телефон на обзор. И если я его буду заказывать, то, друзья, я буду заказывать его в глобальной версии. А Redmi Note 7, кстати, мне тоже идет именно в глобалочке. В видео этот основной модуль пишет в 4К, 30 фпс. То есть, скорее всего, будет Full HD+, разрешение в 60, может быть, 120. И, скорее всего, замедленная съемка тоже будет присутствовать в этом телефоне. Потому что все необходимое для этого есть в этом телефоне. Ну и фронталочка на 13 Мп, как в Redmi Note 7. А, скорее всего, она будет точно-точно такая же. Операционная система Android 9 Pie. То есть, сразу же с коробочки новая операционка. Это великолепно. И MIUI 10, то есть, стабильная. И когда появится глобалочка, ну, соответственно, будет и глобальная версия. И самое главное, друзья, ценник на этот телефон. Версия на 4.64 начинается приблизительно от 200 долларов. Но, по факту, друзья, стоит около 240 долларов, скорее всего. То есть, через полгодика, через месяцев 7-8, наверное, мы перейдем к сумме 200 долларов. В принципе, как и заявляли. Обычно практика показывает именно такую ситуацию. И 628 стоит около 240 долларов. На практике тоже будет, скорее всего, начинаться от 280 долларов приблизительно, друзья. И вот такая вот новиночка от компании Xiaomi, от дочерней компании Redmi. Что ты думаешь по поводу этого телефона? Обязательно пиши в комментариях. Подписывайся на этот канал. Ставь лайк. Делайте репост этого видео, друзья. Всем хорошего настроения. С вами был я, Эдскрабер. Всем пока-пока.